В России судьбу режиссёра решает не публика, а только один зритель. Худрука московского гоголь-центра Кирилла Серебренникова задержали, допрашивали несколько часов, в итоге отпустили. Он проходит свидетелем по уголовному делу. О справедливости следствия друзья и коллеги режиссёра бросились спросить президента Путина. Он, по свидетельствам очевидцев, сказал о методах полиции буквально следующее. Да дураки. Так что можно смело, пожалуй, делать вывод, что большому режиссёру тюрьма не угрожает. Гоголь-центр – уникальный для России инновационный театр. Его постановки идут вразрез с официальными идеологическими курсами и установками. Николай Старобахин присмотрелся к сложной мизансцене. Дело о растрате денег на культуру за три дня стало одним из самых громких процессов в стране. Уже есть первые задержанные и, по некоторым данным, сознавшиеся. Но самые жаркие споры до сих пор идут вокруг фигуры свидетеля. Режиссёр Кирилл Серебренников в пятницу на своей странице в соцсети впервые прокомментировал обыск и допрос. Все обвинения он назвал чудовищной несправедливостью. Теперь мы будем доказывать, что проект платформа был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко, даже если обстоятельства, в которых ты должен её произносить, являются результатом чудовищной несправедливости. Но мы спокойны, мы все вместе, мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать. К нему пришли рано утром домой, в квартиру на Причистенке и на работу в Гоголь-центр. Обыск начался без санкции суда. По закону это допустимо, но обычно применяется в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни. Адвокат режиссёра недоумевает. Почему в данном случае не дождались судебного решения? С чего вдруг такая поспешность? Уголовное дело было возбуждено ещё в 2015 году. Просто до конца непонятно, в чём была неотложность производства данного следственного действия. Может быть даже необычно, но в целом ничего противозаконного в этом нет. В театре вместо репетиции в этот день только маски шоу. Актёров собрали в большом зале, отняли у них мобильные телефоны. Вечером к Гоголь-центру пришли коллеги и друзья Кирилла Серебренникова. Непонятное шоу, очень некрасивое, нечестное и подлое в своей основе. Вот что мне не нравится. Тем вечером они всё же вышли на сцену под рукоплескание зала. Театр и его худрук пережили далеко не первый удар. За пять лет было немало протестов, жалоб, проверок. И когда Серебренников создавал из убыточного и непопулярного театр нового формата. И потом, когда актёры и зрители увидели, каков он современный подход к искусству. Скандалы и повышенное внимание властей преследовали Гоголь-центр с самого начала. Одни критиковали театр за обнажённые тела на сцене, другие за излишне авангардные постановки классических произведений. В 2015 генпрокуратура даже обязала Гоголь-центр предоставить информацию о репертуаре. Его проверяли на наличие нецензурной лексики, аморального поведения и порнографии. А после спектакля «Отморозки» по книге Захара Прилепина театры вовсе обвинили в экстремизме. А Серебренников в ответ на это выпускал новые спектакли. И каждый как манифест. Те же «Отморозки» про молодых революционеров, «Машина Мюллер» про диктатуру общественного порядка, «Похороны Сталина» – антисталинская художественная акция. И пока одни возмущались формой, другие за эпатажем находили свежий взгляд на искусство и общество. Само по себе свободное творчество, независимое творчество, оно нетерпимо для людей, которые полагают, что они контролируют всё и вся. И для них сам факт существования такого, так сказать, творческого сообщества достаточно неприятный. Его киноработы – это тоже памфлеты. Последняя ученик стала призёром Каннского кинофестиваля. А в России антиклирикальную драму многие не поняли и не приняли. «Бесы в тебе сидят, меня!» Серебренникова называют и либеральным, и оппозиционным. Поддерживал «Хуси Райт» и запрещенный спектакль «Тангейзер». Критиковал закон Димы Яковлева. Но в его защиту выступили в том числе и те актёры и режиссёры, кто лоялен власти. Сразу несколько из них написали письма президенту. Хотя формально Владимир Путин к обыскам уж точно не причастен. Но в России привыкли. Решать вопросы может только он. У нас в последнее время всё к президенту. Вот если у нас трава, видите, не покошена, значит надо президенту. Это недостатки нашей системы. Но почему-то это работает. Это единственное, что работает, что если письмо президенту обращается и лично берёт под себя президент, то это получается и какое-то есть движение. Это недостатки нашей системы. Отвечая на обращение, президент якобы назвал следователей дураками. Защитники Серебренникова воодушевились. Но критик Юрий Богомолов убеждён, эпистолярный жанр, эти письма к первому лицу не панацея. Доказано делом другого режиссёра, Олега Сенцова. Они в принципе не лишние, хотя бы потому, что они показывают в конце концов абсолютную свою бесполезность. Был момент, когда Сокуров лично, глядя в глаза президенту, его просила Сенцова. Здесь трудно, значит, поверить в то, что это даст результат. Это он написал запрос в прокуратуру на Серебренникова и Гогольцентр. Просил проверить расходование бюджетных средств. Депутат Единоросс Евгений Фёдоров прежде возмущался. Государственные деньги, которые выделяют Серебренникову, идут на непатриотическое искусство. Теперь доволен. Рука правосудия дотянулась до режиссёра. И здесь, конечно, нет никакой политики. Когда увольняют по пять, по шесть и сажают в тюрьму даже, а не то, что там обыски проводят губернаторов, другие губернаторы не говорят, что вот мы такие тут святые, что вы трогаете. Или когда сажали вот министра, другие министры не возмущались. То есть правоохранительная система работает, она проверяет расходование бюджетных средств. В какой стати кто-то возмущается, что его проверяет правоохранительная система, если он взял бюджетные деньги и есть основания. Серебренникова теперь многие критикуют. Говорят, если берёшь у государства деньги, власть может требовать лояльности. А раз её нет, будь готов к проверкам с пристрастием. Тем более время такое предвыборное. Это, безусловно, политическое дело. Речь, конечно, идёт о том, чтобы показать борьбу с коррупцией, показать накануне выборов, что люди с альтернативным мнением, они как раз, вот они и есть те самые распильщики, вот они и есть расхитители, проклятые наши собственности. Врачи, учителя, актёры Кирилл Серебренников. Сам режиссёр говорит, на каждый бюджетный рубль зарабатывает два. А что выжить в российской культуре без поддержки государства сложно, и так понятно. Но теперь ему придётся доказать. Он может и не без Серебренников, но и деньги не брал. И если выйдет из этого дела без потерь, глядишь и вдохновится на новый спектакль и новый творческий манифест. Николай Старобахин, Марина Евдокимова, Леонид Бабков. Артевяй. Москва.